В Белгороде отметили день рождения зебры. Именно 31 октября, 62 года назад, в Англии на проезжей части был впервые нанесен знакомый всем рисунок, обозначающий пешеходный переход. Сегодня в Белгороде дате посвятили акцию. В салоне автобуса, следовавшего по 25 маршруту, перед пассажирами выступила зебра. С днём рождения! Воздушные шары, детские рисунки необычной пассажиры. Автобус под номером 25 сегодня отправился в праздничный рейс. Во время движения по маршруту сотрудники госавтоинспекции напомнили пассажирам об истории пешеходного перехода. В роли помощника инспектора выступила зебра. Она напомнила об основных правилах перехода проезжей части. Кроме того, пассажиры отвечали на вопросы о происхождении пешеходного перехода. Самые эрудированные получили шоколадки, символизирующие зебру, и светоотражающие значки. Они помогут пешеходам стать заметнее в сумерках. Мы всегда и внукам своим говорим, что правильно переходите, налево посмотри, направо посмотри. Это очень интересно, особенно для детей. И нам, взрослым, напомнят правила дорожного движения, как надо переходить дорогу. Зебра, решив продолжить свое путешествие по городу, вышла на одну из остановок и помогла пешеходам правильно перейти через дорогу. Когда переходишь дорогу, если это нерегулируемый пешеходный переход, смотришь два раза налево. Если машина остановилась, идешь, смотришь два раза направо. Если они опять-таки остановились, переходишь дорогу на пассажир. Однако придерживаться этих простых правил многие не спешат. Переход дороги в неположенных местах, пожалуй, самое распространенное нарушение пешеходов. Регулярно встречаются нарушения, особенно в районе рынка центрального. Сделали пешеходный, подземный, но все равно люди идут напрямую. Итоги такой небрежности подводит статистика. По данным ГИБДД, в Белгороде за последние 9 месяцев произошло 79 наездов на пешеходов. В результате 6 человек погибли и 75 получили ранения различной степени тяжести. Нарушение правил перехода проезжей части является основным нарушением правил дорожного движения у нас на территории города Белгорода по итогам 9 месяцев. Поэтому сегодняшнюю акцию мы направили на пешеходов. Такие акции призваны привлечь внимание горожан к проблеме дорожного травматизма. Решить ее можно только совместными усилиями, уверены госавтоинспекторы. Для этого каждому из участников движения стоит запомнить простую истину. Взаимная вежливость – залог безопасности на дорогах. Кристина Кротова, Александр Подубный. К этому часу. Белгород.